А как, на ваш взгляд, закончит человек, который уничтожает все на своем пути и оставит после себя одни развалины? Как закончит Путин? Ну, у него два варианта. Либо его убьют свои, что очень вероятно, когда уже станет ясно, что все заканчивается, и его как свидетеля оставлять нельзя для трибунала. Либо второй вариант, он закончит свою жизнь в достаточном комфорте, в хорошей, добросовестной европейской тюрьме. Например, в Гааке. Ну, такая версия тоже существует. Вот два варианта. Либо вариант Каддафи, либо вариант, так сказать, человека, который закончит свою жизнь в тюрьме. Ну, кстати говоря, это ему выбирать. Он может еще выбрать один из этих вариантов. Но, скажем, когда я говорю, что ему выбирать, это, скорее всего, так сказать, опять-таки мечтание. Потому что Путин, конечно, не прекратит войну. Он будет всегда... От чего это зависит? От чего зависит этот выбор? Сколько еще преступлений он сделает? Или что вы имеете в виду? Я имею в виду очень простую вещь. Дело в том, что Путин всегда выбирает худший вариант. Он так устроен. Он не, так сказать, не отступит, он не прекратит войну до тех пор, пока эту войну не прекратят за него. То есть, такой опции не существует. Поэтому, конечно, все разговоры о каких-то переговорах с Путиным, это все от лукавого. Это совершенно бесполезное занятие. Путин, который с кем-то ведет переговоры, реальные переговоры, это не научная фантастика. Но потом надо просто еще понять, а с кем он будет прийти переговоры. С Зеленским? Вот представить себе за столом переговоров Зеленского и Путина у меня воображения не хватает. То есть, в этом случае один из них должен стоять. И стоя подписывать договор о капитуляции. Ну, представить себя в такой роли Зеленского, я надеюсь, мы с вами не можем. И я тоже не могу представить себя в такой роли Бутина. Безусловно. Вот и вся история. Поэтому там звонки... Очень бы хотелось. Причем, чтобы не просто стоял в полный рост, а стоял на коленях.